Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Никитин Николай Александрович, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии и биологического факультета МГУ имени Ломоносова, окончил химический факультет МГУ в 2005 году, аспирантуру факультета биоинженерии и биоинформатики в 2008 году. В настоящее время профессор Никитин читает курсы по вирусологии на нескольких факультетах университета. Он соавтор учебных пособий «Основы вирусологии для биотехнологов» и «Практикум по вирусологии», автор десятков научных публикаций в зарубежных и отечественных журналах, лауреат премии правительства Москвы молодым ученым 2021 года, победитель конкурса работ, способствующих решению задач программы развития МГУ, обладатель ряда других наград, присуждаемых молодым российским ученым. Николай Никитин, член ученого совета биологического факультета МГУ, член российского общества биохимии и молекулярной биологии и общества биотехнологов России имени Овчинникова, член Европейского общества вирусологов. Николай Никитин в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Начну с актуального. Всемирная организация здравоохранения обновила список самых опасных патогенов. Этот список был опубликован в конце июля в докладе ВОЗ. И согласно ему, количество патогенов, которые могут спровоцировать следующую пандемию, возросло до более чем 30. В аналогичном списке 2017 и 2018 годов было всего 10 таких особо опасных патогенов. А еще 14 августа ВОЗ объявила эпидемию ОСПО-обезьян чрезвычайной ситуацией в области глобального здравоохранения. Это было введение в контекст сегодняшнего выпуска, который посвящен вирусным угрозам 21 века. Пожалуйста, вам слово. После такой преамбулы. Да, еще раз здравствуйте. Это абсолютно правильные новости. Это функция Всемирной организации здравоохранения, как работы такого собирающего органа в области медицины, для того, чтобы направлять местные органы здравоохранения на контроль, профилактику различных инфекционных заболеваний. Поэтому совершенно нормально, что список, который был когда-то введен и касается потенциальных угроз для здоровья человека, он расширяется. И, конечно, для нас с вами, для нашего здоровья и для нашего будущего это очень хорошо. Но про это я еще сегодня расскажу. А в целом, та тема, которую я хотела бы сегодня рассказать, это какие нас подстерегают угрозы, вирусные угрозы. Поскольку я профессор кафедры вирусологии биологического факультета, я занимаюсь вирусами, изучаю их, создаю вакцины против вирусных инфекций. Поэтому хотел бы посвятить этой теме сегодняшнюю нашу встречу. Прежде всего, несмотря на то, что, конечно же, врачи прекрасно знают, что такое вирусы и что они делают с человеком, давайте буквально полминуты потратим на то, чтобы объяснить, что это такое. Это микроскопические объекты биологической природы, состоящие из нуклеиновой кислоты, неважно, это РНК или ДНК, покрытые какой-либо оболочкой. То есть генетический материал и снаружи белок. Абсолютно правильно. Генетический материал – это его основа. Оболочка нужна для того, чтобы только защищать эту нуклеиновую кислоту и для того, чтобы попадать внутрь клетки. Это очень важно. И тут довольно правильная аналогия с вирусами компьютерными. Потому что фактически, если представить, что ДНК или РНК – это программа, а это действительно генетический код, который направлен на то, чтобы внедриться в наши клетки и там использовать все механизмы клетки для того, чтобы размножить себя. Очень важно, что вирусы – это внутриклеточные паразиты. Это принципиальный момент, потому что сами по себе вирусы абсолютно не опасны вообще для окружающей среды, а наоборот, на самом деле, играют совершенно огромную роль в окружающей среде и для нашей жизни в том числе. Но это тема отдельной лекции. Нас все-таки они интересуют в качестве патогенов. Поэтому сегодня мы будем говорить о вирусах, которые заражают человека и наносят ему какой-либо вред, либо прямо, либо косвенно. И начать бы я хотел с того, что, опять же, Всемирная организация здравоохранения, о которой вы уже упомянули, еще в 2019 году представила очень любопытный список из 10 угроз, глобальных угроз здоровью человека. То есть не только вирусологических, а просто глобальных вирусов. Я к этому и веду. Всего они представили 10 пунктов. Вы можете видеть сейчас их и на экране. Но я специально уберу те, которые к нам не имеют отношения в дальний момент. И вы видите, что половина из этих пунктов, 5 из 10, включая страх перед прививками, я считаю, что это даже не косвенно, а, может быть, даже прямое отношение к вирусным инфекциям имеет. Но взять корь тоже, да, которая сейчас так выросла из-за того, что по всему миру эта фобия развилась. То есть что мы должны понимать? Что вирусные инфекции составляют половину от всех угроз человечеству, ну, по мнению, естественно, специалистов Всемирной организации здравоохранения. При этом вы сейчас упомянули последние новости о том, что ВОЗ расширила список вот этих потенциальных угроз. Та же ВОЗ чуть ранее, в 2018 году, ввела даже целое понятие для этих инфекций. Они не обязательно вирусные и бактериальные природы. Это болезнь ИКС. Наверняка даже в средствах массовой информации вы видели такое. Это искусственное слово абсолютно, которое ввели в ВОЗ и которое обозначает некое заболевание, которое раньше не было известно человечеству и которое вот появилось, скажем так, вдруг и наносит прямой ущерб здоровью населению. После ковида возникло это понятие? Нет, в 2018 году. Оно еще было еще до ковида, да? Самое интересное, что да, мы помним, что ковид начался в конце 2019 года и ковид тогда не входил туда. Туда входили в основном... Да вообще ВИЧа не было, да. Да. И самым, наверное, ярким примером для большинства зрителей удачно подходящим под определение болезни ИКС является ВИЧ. Потому что об этом заболевании никто не знал. В 1983 году его выделили, обнаружили и стали как бы изучать и понимать, что он и к чему он приводит. Здесь вы видите список. Это старый список, как вы правильно упомянули, он сильно расширен. И, естественно, в него теперь входит и ковид-19, потому что даже несмотря на всю историю, нашу взаимоотношение с коронавирусами, мы чуть-чуть сегодня еще коснемся этой темы, ковид был совершенно неожиданным явлением для всего человечества, включая органы здравоохранения. Давайте вспомним, что эпидемий и пандемий в истории человечества было очень много. Это, естественно, и натуральная оспа. Чума одна, чума другая. Конечно. Это эпидемии полиомелита, грипп, испанка, грипп в начале 20 века. И они такие вот большие, унесли миллионы жизней, о каждой можно говорить отдельную лекцию. И, естественно, написано много литературы по этому поводу. Но я хотел бы отметить, что человечество встречается со вспышками вирусных инфекций и с эпидемиями ежегодно. Мы не совсем обращаем на это внимание, потому что это, с одной стороны, рутина. Это происходит постоянно. А с другой стороны, не всегда это касается нас. Допустим, это вспышка, которая произошла в Африке, например, вспышка лихорадки Эбола. Или вспышка в начале 21 века, в конце, точнее, 20 в США, лихорадки Западного Нила. То есть не всегда это относится к нашей стране, поэтому для нас это как-то проходит... Да, вирус Зика там, да. Да, вирус Зика, я сейчас скажу отдельно про него. То есть вспышки происходят постоянно, и это совершенно нормальная ситуация. Действительно, локально происходят вот такие вот заболевания. Конечно, они не дотягивают до того, что произошло с COVID-19, потому что это была пандемия. Пандемия, что значит пандемия? По всему миру. Да, это быстрое распространение инфекций по всему миру, по всем континентам. И ВОЗ объявил о том, что пандемия закончилась, и как бы некоторые СМИ на этом играют. На самом деле пандемия закончилась, распространение вируса закончилось. Но люди продолжают болеть, заболевать, к сожалению, умирать. Правда, конечно же, уже не в тех количествах, которых было во времена активной фазы пандемии. Но тем не менее COVID никуда не ушел, скорее всего, он остался с нами навсегда. Как-то произошло и с другими коронавирусными инфекциями, с которыми мы жили и до этого, и прекрасно сосуществовали. Вы видите, да, последний, как раз тоже упомянули, это ОСПа обезьян. То есть это второй раз за три года. Да, это немножечко устаревшая цифра, 62 тысячи сейчас уже больше. Нельзя назвать это пандемией, потому что все-таки это концентрированная такая эпидемия. В Африке сконцентрированная. Да, в большей части на этом континенте. Но, тем не менее, опасность существует. И спасибо Всемирной организации здравоохранения, что она контролирует этот вопрос и своевременно информирует и нас, в том числе, о распространении этой инфекции и о том, стоит ли против нее сейчас создавать различные препараты. Я решил разделить источники опасности вирусных инфекций на несколько типов. Всегда хочется и для мозга приятно. Да, систематизировать как-то. Когда, да, можно разложить по пунктам. И мне кажется, вот такая классификация наиболее удобна для восприятия. Первое – это вирусные инфекции, которые передаются от животных. Так называемые зоонозные инфекции. Второе – это искорененные и искореняемые инфекции. Те, которые уже ушли благодаря вакцинации или являются потенциально искореняемыми. Третье – инфекции, связанные с искусственной передачей. Это те, которые передаются через кровь или пыловым путем. И последние два пункта, они такие больше искусственные с точки зрения деятельности человека. Это биотерроризм и лабораторные происхождения. Последний пункт я ввел, потому что все уже сломали копию вопроса. Ну да, да, с ковидом. Была утечка из лаборатории в Ухане, не была. В ковиде. Я не буду заранее говорить свое мнение. Может быть, мы обсудим это в самом конце. Но я бы хотел пойти по пунктам и буквально несколько комментариев каждому пункту, соответственно, произнести. Первое – это занозные инфекции. То есть инфекции, передающиеся человеку от животных. И на самом деле мы говорим сейчас только о вирусных инфекциях, потому что бактериальных тоже очень много, и они очень важны. И если касаться вирусных инфекций, то существует большая проблема с этим типом вирусных заболеваний. Какая? Это постоянный их источник. Возьмем элементарно вирус бешенства. Этот вирус заражает практически всех животных. Человека, обезьян, собак, лисиц. Собственно говоря, да, дикие собаки, дикие лисицы – основной источник для человека вируса бешенства. Вообще их природным резервуаром являются летучие мыши. И в чем же проблема? В том, что это дикая природа. В дикой природе вирус распространяется молниеносно. Существуют различные подходы. Это всякие съедобные ловушки для животных, которые пытаются использовать в дикой природе. Но все равно это лишь уменьшает вероятность. К сожалению, бешенство – это открытая проблема для нас. Да, это не та инфекция, против которой стоит вакцинировать всех подряд, потому что это очень низкий шанс быть зараженным. Тут достаточно следить за своими домашними животными, за их поведением для того, чтобы не заразиться. Но тем не менее, еще раз, любые изоаннозные инфекции, их проблема заключается в том, что от них нельзя избавиться. Да, от некоторых существуют вакцины, но против других мы, к сожалению, человек постоянно расширяет свой ареал, вторгается в дикую природу, где живут большое разнообразие животных. И, конечно же, человек естественным путем заболевает. Я просто хочу привести несколько примеров опасных инфекций. Я бы не сказал, что они, даже они точно не опасны для нашей страны, но тем не менее, просто в качестве примера. Это лихорадка Эбола. Она на слуху постоянно, потому что вспышки лихорадки Эбола в Африке происходят каждый год. Что особенного в этом заболевании? В том, что очень высокая смертность. В зависимости от вспышки, это в основном локальные условия, скорость медицинской помощи, смертность до 90%. Конечно, сейчас существуют вакцины и пытаются их применять, но тем не менее, каждый год по несколько раз в год происходят вспышки этого заболевания. Источником являются летучие мыши и, соответственно, приматы, с которыми контактирует человек. И тут пока что прогресс очень на низком уровне, и нам приходится мириться с этой абсолютно высокой летальностью инфекции. Тоже касается желтой лихорадки. Кстати, желтая лихорадка, в принципе, потенциально опасна для нас, как для путешественников. Потому что она передается через комаров, и существует порядка, если я не ошибаюсь, 80 стран в мире. В основном это страны, естественно, Африканского континента, которые не пустят туриста к себе без международного сертификата о вакцинации. И это очень правильно. В принципе, по-хорошему, существуют же эпидемиологические показания, и стоит вводить эту практику не только на эту вакцину. Например, японский энцефалит крайне рекомендуется, если не обязательно, допустим, в страны Азии, в Китае, в Индию. Таких много. Но желтая лихорадка тут является таким серьезным примером, потому что, опять же, избавиться от комаров очень сложно. Существуют различные подходы, но это постоянный источник опасности. Еще один такой, не самый яркий пример, как мне кажется, это лихорадка Зика. Но, если вы помните, из-за нее чуть не отменили Олимпийские игры в Бразилии. Да, было так. Поскольку, действительно, начали детектировать большое количество заболеваний. А это смешно, но смертность от этого заболевания практически нулевая. Но... Но там была опасность, по-моему, беременным женщинам. Как и от краснухи. Если заболевает беременная женщина, к сожалению... Это дети, да, с дефектами. Да, с микроэнцефалиями рождаются, либо происходят аборты, и тут прямая рекомендация не зачинать детей в это время и не рожать. То есть, это было обнаружено как бы естественным путем. Такие дети рождались, и, конечно же, это не самый лучший исход событий. Ну, уже еще один пример, один из последних. Это грипп, а точнее его вариации, которые приносят эпидемии. Мы болеем гриппом каждый год, это нормально совершенно. Я надеюсь, что большинство, хотя бы ваших зрителей, вакцинируется. Но есть эпидемические варианты гриппа. Поскольку у гриппа есть некая особенность в его строении. У него геном состоит из нескольких молекул РНК. И если в одно животное попадает несколько вирусов разных, эти молекулы перемешиваются и образуется совершенно новый вид вируса, который, если, это всегда вероятность, это не 100% попадают в человека, могут вызвать эпидемию или даже пандемию. И так случалось много раз с той же Испанкой. Если вы помните, в 2009 году был достаточно опасный вариант. Это свиной, по-моему, да? Вариант. Но, к счастью, он Россию так обошел стороной. В основном там пострадали, достаточно серьезно пострадали с высокой летальностью США и Канады. Поэтому птичий грипп, свиной грипп, это все-таки обывательские такие названия. Но вот эти вот варианты, они постоянно несут опасность. Поэтому ВОЗ начал заниматься гриппом еще в первой половине XX века. И с тех пор, благодаря этой работе, грипп более-менее и более-менее контролируется с помощью, не обязательно вакцинации, просто постоянным контролем на уровне сельского хозяйства, где контролируют фермерские различные угодья, где разводят свиней, кур и так далее. Поскольку если находят какие-то новые варианты вируса, а если еще не дай бог, заражаются фермеры, единственный вариант пока бороться с такими вспышками, это полное уничтожение всего хозяйства. Да, при том не только локально, но идет еще кругами контроль за другими хозяйствами вокруг. И благодаря этому эти вирусы не доходят до человека. Ну и если доходят, то если бы этого не было, это бы случалось бы намного чаще. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, уже такое близкое нам из занозных инфекций, это наши любимые с вами коронавирусы. Немногие знают, что COVID-19 совершенно не первая вспышка коронавирусной инфекции. Помимо того, что у человека есть 4 сезонных коронавируса, это коронавирусы, которыми мы болеем, и мы не знаем, что это коронавирусы. Коронавирусы, которые входят в группу болезней, которые называются ОРВИ. Мы не знаем, что это. Это может быть грипп, это может быть аденовирусная инфекция, это может быть риновирусная инфекция. То есть пока не сделаем секвенирование, анализ генетически не узнаем. Поскольку ОРВИ обычно проходит сами собой, диагностика у людей не делается. И только если они попадают в стационар, то там, конечно же, делают уже диагностику, ПЦР, и понимают, чем человек заболел. Хотя, на самом деле, это не очень связано с тем, как его лечить. Как его лечить. Лечить сезонные обычно универсальные. Но, тем не менее, у нас есть четыре сезонных коронавируса, которыми мы также, на самом деле, стоит отметить, что когда-то была пандемия этих четырех коронавирусов. Каждый в свое время. Есть даже интересное исследование, которое изучало генетику одного из сезонных коронавирусов. И ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса была в конце XIX века в России. А как раз известно из источников, что в этот момент была вспышка гриппа. Но поскольку мы прекрасно понимаем, что конец XIX века ни о какой еще вирусологии, ни о какой диагностике, прямых методов не было в выявлении, ученые предположили совершенно справедливо, хотя, конечно, сейчас это недоказуемо, что вспышка вот этого русского гриппа на самом деле была коронавирусная инфекция. И если говорить о XXI веке, то COVID-19 не был первой вспышкой. Первой вспышкой был SARS. Он тогда тяжелый, острый респираторный синдром по-русски, он произошел в начале XXI века в Китае. И не случилась пандемия. Почему? Потому что тот коронавирус не мог передаваться от человека к человеку. В основном все передачи инфекции были в стационарах. То есть это первое, это медицинский персонал, который работал с больными. Когда поняли, как происходит передача, соответственно, стали защищать медицинский персонал, который работает с больными, передача прекратилась, и в течение буквально восьми месяцев эта вспышка пропала. А на самом деле, вот если бы у этого вируса, как сейчас у коронавируса SARS-CoV-2, то есть фактически его родного брата, было бы свойство передачи человеку, мы бы все то, что мы получили в 2020-2023 году, получили бы на 20 лет раньше. И на самом деле была еще вторая вспышка. В отличие от первой вспышки коронавируса, она идет до сих пор. То есть это как раз аналог COVID-19. Это коронавирус, который был обнаружен в Саудовской Аравии, и он циркулирует до сих пор. Циркулирует он в одногорбых верблюдах, поскольку существуют большие фермы этих животных. В них постоянно циркулирует коронавирус. Их пытаются сейчас вакцинировать, конечно. Но, по-моему, даже в 2024 году был один случай заболевания этим видом коронавируса. Это тяжелый острый деспираторный синдром. Он существует до сих пор. А вакцины до сих пор нет, да? Вакцина была сделана, притом несколько, в том числе... У нас ведь тоже, по-моему, дело. Хорошо, что вы спросили. На ее основе ведь сделали спутник, по-моему. Все верно. Именно к этому коронавирусу была сделана вакцина. Полный аналог спутника ВИ в центре Гамалеи. Они ее даже зарегистрировали, по-моему, прошли все клинические испытания. И именно благодаря тому, что у них была полностью готовая вакцина, когда пришел COVID-19, который вы видите сейчас на слайде, на самом деле, с точки зрения технологии, там поменяли буквально основу этой вакцины. Вставочку. Вот этого белка, последовательности белка. И поэтому эта вакцина была сделана так быстро. Очень быстро, да. И поскольку уже прошли первые фазы клинических испытаний на аналоге для ближневосточного респираторного синдрома, то все говорили, что опасно, очень быстро идут клинические испытания. На самом деле, фактически, они были уже так или иначе проведены. Поэтому, тем более в условиях первых вот этих месяцев пандемии, когда очень много народу заболевало, очень много народу умирало. Вот, конечно, если взвешивать на весах, то вот такую не до конца опробированную вакцину... Ну, так американская также была выпущена. Есть же протокол FDA, там, как он называется, ну, ускоренная процедура. Самое важное для любой вакцины – это ее безопасность. Если вакцина безопасна, ее можно вколоть. Во-первых, она не принесет вред, но с большой вероятностью она еще принесет пользу. У них это называется для чрезвычайного использования. И у нас изначально то же самое было сделано. И тут, главное, убедились, что она безопасна. А дальше, уже спустя годы, несколько лет, удостоверили, что она была эффективна на тот момент, сейчас уже против современных штаммов, она не работает. Но тогда это было абсолютно верное решение. Сразу скажу, что и я сомневался, и это было нормально совершенно. Но спустя годы, то есть ретроспективно, можно сказать, что все было сделано правильно. Следующая опасность – это искорененные, искореняемые инфекции. То есть это те инфекции, о которых я хочу сейчас поговорить, которые, против которых существуют вакцины. И первое, конечно, я хочу сказать о том, что в нашей истории уже есть примеры победы над вирусными инфекциями. Притом обратите внимание на слово «искоренение». Оно очень специфическое, поскольку искоренение обозначает полную элиминацию, полное уничтожение вирусов популяции. И, естественно, самым ярким примером является натуральный осво, которая была искоренена благодаря вакцинации. Кстати, идея, и это повод для гордости, идея о программе тотальной вакцинации и искоренения ОСПы принадлежит Советскому Союзу. И самое большое количество ДОС было сделано именно в нашей стране, которые отправлялись в другие страны для вакцинации. Это большая победа, потому что, к сожалению, с ОСПой мы знакомы очень давно. И первые попадания еще в Китае до нашей эры были. И, к сожалению, это очень высоколетальная инфекция. И благодаря ОСПе, на самом деле, открыли вакцинацию и так далее. Это огромная победа для человечества, что у натурального ОСПа нет сейчас. Потому что это легко передающиеся смертельные заболевания. Иногда до 90% летальность. Я хочу обратить внимание на еще одну инфекцию. Она не инфекция человека, но очень важная. Это чума крупного рогатого скота. Это вирусное заболевание, которое тоже приводит к смерти у животных. И оно тоже было полностью искоренено. То есть, это победа не в медицине человека, а в сельскохозяйственной медицине. Но, тем не менее, это тоже полная победа благодаря вакцинации. Вот тут я рекламирую вакцинацию. Почему я говорю о чуме крупного рогатого скота? Потому что, если вы посмотрите, в скобочках я привел, таксономические характеристики. И вы можете видеть, что это ближайший родственник вируса кори. Мы знаем прекрасно, что против кори есть вакцина. И если бы, представим себе вот такую утопическую историю, что если бы и сейчас мы вакцинировали так же, как и против натуральной оспы, а тогда никого не спрашивали, это была военная операция. Так вот можно жестко сказать, военная операция, когда вакцинировали каждого человека на Земле. Каждого. Даже в Африке, где существует огромное количество кочующих племен, оцепляли целые территории и никого не выпускали, не выпускали, вакцинировали каждого входящего и выходящего. Посмотрите, с корью, с краснухой, с полиомиелитом можно сделать то же самое. Это инфекции, которые полностью подчиняются вакцинации. Если вакцинировать людей, то этих инфекций, грубо говоря, в кавычках, завтра не будет. Но современный мир предполагает, что вакцинация дело добровольное, и масса людей без малого отказывается сейчас от вакцинации, а люди рождаются. Каждый день рождаются десятки тысяч людей. И только сейчас мы начинаем получать вот эту отдачу. Особенно хорошо это видно на примере Европы. Поскольку в Европу сейчас приезжает очень много беженцев. Это 16-18-е годы, Сирия. Это люди, страны которых очень на низком уровне развития в плане здравоохранения. И они привезли все эти болезни туда. И в Европе была огромная прослойка невакцинированных людей. И что же произошло? Массовый всплеск заболевания и смертности сейчас я вам покажу. Здесь я хотел бы отметить, почему мы можем от некоторых инфекций избавиться полностью. Существует четыре основных причины. Это в первую очередь наличие четкой клинической картины. Хотя это не всегда работает, например, для полиомиелита. Потому что полиомиелит может проходить, и многие болезни могут проходить скрыто. Третье – это отсутствие так называемой молчащей инфекции. Ну, например, герпес. Он с нами всегда, мы от него никогда не избавимся. Но, тем не менее, он есть у нас и никак не проявляется до поры, до времени. Третье – это не должна быть занозной инфекцией. То есть не должно быть источника внешнего, о чем мы уже говорили раньше. И самое важное – это то, о чем мы сейчас и говорим – наличие эффективной вакцины. И это, наверное, то, что должно стоять на первом месте. И вот мы с вами поговорили уже о коре, упомянули ее. А я хочу сказать, что корь, у нее есть несколько очень важных пунктов, которых стоит сказать. Во-первых, это самая заразная инфекция из всех существующих вирусных инфекций. Есть такое специфическое понятие в эпидемиологии – репродуктивное число. И оно означает, сколько в невакцинированном обществе больной человек может заразить здоровых. И оно для кори приближается к 20. То есть, если, допустим, для вируса гриппа это 1-2, то для кори 20. Что это означает? Что если больной корью встретится вам на пути, а вы являетесь невакцинированным, неболевшим, то вероятность заразиться приближается к 100%. Грубо говоря, если больной корью зайдет в вагон метро, такой яркий пример, где будут все наивные к коре, то есть они не болели, не вакцинированы, то, скорее всего, весь вагон заразится. Весь. И чем опасна корь? У нее не очень высокая летальность. Хотя во времена вспышек она может достигать 20%. Но у кори есть несколько особенностей. Во-первых, в низком количестве, мы честно говорим, в низком проценте случаев могут быть довольно серьезные осложнения, включая энцефалит, слепоту и так далее. Но это не самое страшное. Самое страшное, на мой взгляд, это то, что совершенно недавно было обнаружено, что корь, болезнь кори приводит к тому, что мы теряем свой иммунитет. Мы теряем, это так называемая, иммунологическая амнезия. Забываем все, что было. Правильно. Вирус кори убивает наши клетки памяти, если бы точнее, то бэт-клетки памяти, которые, собственно, хранят информацию о тех инфекциях, которые мы перенесли или против которых мы были вакцинированы. И если вот вы не вакцинированы против кори... Вы взрослый человек, у которого уже много должно было накопиться. Достаточно даже одной дозы. Сейчас их, по-моему, три дозы вакцины в национальном календаре. Достаточно одной, чтобы быть защищенным. Если вы не защищены и вы заболеваете корью, у вас обнуляется вся ваша история заболеваний. То есть фактически вы становитесь ребенком в этом плане. Да. И в следующий раз, когда вы встретитесь с той же болезнью, которой вы болели или против которой вы были вакцинированы, вы заболеете. Как будто-таки ничего не было. Этим опасна кори. И вот я недаром упомянул вспышки кори в Европе, потому что, смотрите, в 2019 году, это данные Всемирной организации здравоохранения, официально было загрестировано чуть меньше миллиона случаев, казалось бы, немного. Посмотрите на смертность. 207 с половиной тысяч человек. Летальность 20%. Это... То есть каждый пятый, что ли? Да, да. Это 20% это результат отказа от вакцинации. Вот мы живем с вами в мире, когда корь является так называемой вакциноконтролируемой. То есть, будем честными, большинство людей вакцинировано. Мы защищены. Но есть большая прослойка людей, которые отказались. Это модно. Никаких других поводов я здесь придумать не могу. Это модно. Нет, но есть еще мифы про то, что аутизм от прививок. Это уже следствие. Многократно развенчанные, но тем не менее живучие. На мой взгляд, это уже следствие. Но да, эти люди приводят это в качестве примера. Хотя это прямо тема отдельной лекции, чтобы их развеять, потому что, конечно же, все это уже не актуально. И люди умирают от кори, притом реально умирают. Все это результат элементарного отказа от вакцинации. Второй пример, который я хочу привести, это полиомелит. На первом слайде, посвященном искорененным инфекциям, вы, наверное, увидели, что два типа полиомелита уже искоренены благодаря вакцинации. На самом деле, полиомелит, который заражает человека, состоит из трех типов. Это один вид вируса, но они сирологически отличаются. То есть, против каждого из этих трех типов вырабатываются немного разные антитела, которые защищают только от конкретного, одного из трех. И благодаря вакцинации избавились от двух диких типов из трех. Остался только первый дикий тип. На самом деле, с полиомелитом все хорошо. Существует только две страны сейчас, эндемичные по полиомелиту, но в нашей стране есть большая опасность, потому что у нас прямой поток миграции людей, которые в том числе открытые носители вируса полиомелита. И, к сожалению, для нас до сих пор остается, хотя мы считаемся страной свободной от полиомелита, но у нас есть, как вот с вирусами животных, постоянный источник полиомелита. Поэтому, к сожалению, нам приходится детей постоянно прививать, потому что вот если сейчас образуется огромная прослойка невакцинированных людей, то у нас будет вспышка, и мы станем третьей страной. Но я хотел бы сказать про другое. С полиомелитом есть еще одна проблема. Это полиомелит вакцинного происхождения. Что же это такое? Это видео с сайта Всемирной организации здравоохранения, и вот на его примере я хотел бы объяснить. Существует два типа вакцин от полиомелита. Одна из них в виде капелек. Это живая вакцина. Она очень легкая с точки зрения ее приема. То есть это всего лишь капельки в рот. Там находится живой ослабленный вирус. Он проникает своим естественным путем, как он и должен проникать, в кишечник. Именно там вирус и размножается. И именно оттуда дикий тип проникает в нервную систему, в результате чего происходят серьезные последствия. Но поскольку это живой вирус, он размножается в кишечнике и естественным путем выходит. Естественно, дети, которые ничего не знают о гигиене, распространяют между собой и родителям тоже этот вакцинный штамм. И происходит так называемая пассивная вакцинация. То есть если рядом находится ребенок, который не вакцинирован, он получит через грязные руки, скажем так, этот вакцинный штамм, и тоже будет вакцинирован. Но если таких цепочек передач будет много, ученые посчитали, что это должно быть больше ста вариантов, хотя сейчас мнение, что намного меньше, то вирус, поскольку это вирус РНК-вирус, он мутирует, он через несколько таких цепочек передач может стать вновь патогенным. И получается, что мы как бы вакцинировали человека, этот вирус вернулся к своей патогенной форме и стал как бы настоящим страшным. Но вероятность, наверное, низкая все-таки, мутации такой нет? Самое ужасное, что вероятность этой мутации низкая, но поскольку происходит целая цепочка передач, особенно это характерно для стран, где очень низкий уровень здравоохранения, да, и гиены в том же случае. Поэтому вспышек вот такого полимелита вакцинного происхождения очень много. на самом деле каждый год происходит от 20 случаев до нескольких тысяч. Но я сразу хочу сказать, что для нашей страны в этом нет ничего страшного, потому что наш протокол вакцинации предполагает, что сначала ребенка вакцинируют убитой вакциной, благодаря чему вырабатывается иммунитет. И только второй и третий разы ребенку дают живую вакцину, когда у ребенка уже существует иммунитет, и он подавляет этот живой вирус таким образом, что вырабатывается очень сильный иммунитет, но при этом не происходит вот этой передачи. Скажем так, эта проблема актуальна для африканских стран в первую очередь, да, и стран Азии центральной. Но это проблема прошлого, поскольку сейчас мы знаем, почему это происходит, и сейчас в первую очередь применяются убитые вакцины. Тем не менее, мы живем сейчас в мире, когда циркулирует не только оставшийся единственный дикий тип вируса полимелита, первый тип, но и вот эти варианты. И от них также стоит защищаться исключительно с помощью вакцинации, больше никак. Поскольку времени у нас мало, я оставлюсь только на этих примерах. Третий пример инфекционной опасности для нас – это инфекции, которые передаются искусственным путем. Что я здесь имею в виду? Ну, это вирусные инфекции, которые передаются с помощью игл, с помощью различных манипуляций с кожными покровами, естественно, с половым путем. Следующее – это биотерроризм. Мы подходим к концу. И, конечно же, здесь многое говорить не буду. Возможно, нельзя здесь много говорить. Да, я многое не знаю. Да вы и не знаете, да. Но, действительно, вирусы могут потенциально использоваться как биотеррористические агенты. И если у нас это очень, так и называется, уровни биологической опасности, то, например, в Соединенных Штатах Америки – это просто список биотеррористических угроз. И у них там тоже есть уровни, как и у нас. И, конечно, есть вирусы, которые просто по своей природе, если они сейчас попадут в популяцию, то они вызовут массовое заболевание, массовую гибель. Какие вирусы к ним относятся? Я не буду произносить их свойства, чтобы не терять времени. Но, в основном, это вирусы, которые вызывают геморрагические лихорадки, поскольку это быстрое течение, быстрая смерть, кровоизлияние и так далее. И на первом месте в качестве агента биотеррористического стоит вирус натуральной оспы. Как это ни удивительно. Почему? Во-первых, вируса уже в природе нет, как мы с вами уже говорили. Люди уже не вакцинируются. Люди с 80-х годов не вакцинируются. И, например, я уже родился в начале 80-х годов, мне уже прививку против натуральной оспы не ставили. И если сейчас этот вирус появится, то… Выживет старшее поколение вроде меня. Выживет, но произойдет самая настоящая пандемия. Здесь представлены свойства. Чтобы их не перечислять, я скажу, что вирус очень хорошо распространяется, очень хорошо хранится. То есть помните, мы говорили о ковиде, что он на солнце распадается. Да, распадается. Не быстро, но распадается на поверхностях. Вот с вирусом натуральной оспы все хорошо. Он прекрасно переживает эти условия. И самое главное, что у нас у большинства сейчас уже живущих людей нет иммунитета. Поэтому, несмотря на то, что в каждой стране существует запас вакцин, его, конечно же, недостаточно, чтобы экстренно вакцинировать все население. А я хочу сказать, что весь вирус натуральной оспы был уничтожен в мире и остался только в двух местах. У нас в Новосибирске, по-моему, есть. У нас в Новосибирске, в вирусологическом центре «Вектор». И в Соединенных Штатах Америки, в Атланте, в центре по контролю и профилактике за заболеваниями. То есть вирус есть в пробирках. Его изучают до сих пор. Даже пытаются на его основе, на основе его вариантов делать вакцину. Это очень перспективное, на самом деле, направление. Но, на самом деле, в последние годы произошло очень много случаев, когда этот вирус обнаруживали в самых неожиданных местах. Например, в научных институтах, когда разбирали склады, находили пробирки с вирусом, и оказывалось, действительно, что-то находится вирус. Еще один вариант – это, например, спокойно люди могут, заболевшие, быть похоронены в вечной мерзлоте. Мы сейчас упомянем, но давайте вспомним, как обнаружили, как смогли выделить вирус, который вызвал испанку, вирус гриппа. Его выделили из легких людей, которые на Аляске были похоронены в вечной мерзлоте. Поскольку там глубокие могилы вырыть нельзя, там вырывают буквально метр-полтора хоронных людей, и они фактически во льду лежат. И вот как раз была экспедиция людей, которые… Было точно известно, что они умерли от испанки, их откопали обратно, выделили из материалов легких вирус, отсеквенировали, и как раз поняли, что это за вирус, и начали его изучать. То же самое мы можем предположить, что в вечной мерзлоте находится и сам вирус, а он прекрасно сохраняется в таких условиях, и в умерших людях, которые умерли от натуральной оспы. Таких было очень много, начиная с 19 века и назад. Поэтому источник он потенциально всегда может быть, и поэтому мы должны помнить. Но еще одно смешное, на мой взгляд, уже с исторической точки зрения, такой факт, что вирус натуральной оспы уже использовался как биологическое оружие. Это несколько задокументированных случаев, и один из них наверняка знают даже школьники. Это во времена, когда британцы захватывали американский континент, они сражались с индейцами, и в борьбе за одну из территорий они передали индейцам одеяло, на самом деле это были не только одеяло, но и другие обиходы личной гигиены, индейцам. И эти одеяла как раз из госпиталя людей, которые болели натуральной оспой в тот момент. Вообще мы знаем прекрасно, что натуральной оспы в американском континенте не было. Это как раз привезли это заболевание как раз британцы. Ну, на самом деле, с точки зрения исторической, как бы сейчас оспаривается, что это была причина того, что британцы, они, естественно, таким образом хотели, чтобы началась эпидемия, и она действительно началась, но как бы не такую большую роль она сыграла, как хотят это преподнести. И последнее, что я хочу сказать о натуральной оспе, почему надо очень тщательно следить, и в нашей стране, конечно, очень жесткий контроль за этим тоже ведется. В начале 21 века США, которые очень любят просчитывать различные ситуации, они решили устроить виртуальные учения. Собрали все экстренные службы, и местные МЧС, и пожарных, и медиков, и представили, что, допустим, сейчас зима, и в трех штатах появляется источник натуральной оспы. И они, соответственно, начинают просчитывать, сколько людей заразится, сколько умрет, как вирус будет распространяться, как быстро узнают эти службы, эти службы, какие первые должны быть реакции и так далее. То есть такой вот холодный расчет. И когда они закончили вот эти виртуальные расчеты, они были поражены, потому что они поняли, что через 48 часов, то есть через два дня, уже будет там порядка 15 случаев зараженных, тысяч случаев, и половина страны будет заражено. Через две недели уже 5000 человек умрут, а мы понимаем, что у них есть вакцины. Вакцина тоже имеет 0,0,0,0 процентов смерти. То есть не 100 процентов. Конечно, любая вакцина имеет мизерную вероятность летальности. И в данном случае это тоже было рассчитано, что 200 смертей будет только от вакцинации. Несмотря на вакцинацию. Конечно, потому что у нас есть люди с хроническими заболеваниями, люди с болезнями, люди старшего возраста, которые совершенно по-другому реагируют, дети и так далее. Благодаря туризму вирус разнесется за месяц на все страны Земли. В результате чего они настолько были поражены вот этой реальной опасности, что в итоге заказали на полмиллиарда долларов еще вакцин для того, чтобы их заморозить и хранить у себя. Ну молодцы же. Конечно. На самом деле не только они это сделали. Это известное такое учение. Сразу же за ними и британцы то же самое сделали. Это говорит о том, что мы прекрасно понимаем, что не обязательно это биотеррористическая угроза, то есть это принесенное человеком. Вирус может появиться. То есть вероятность этого низка, но вирус может появиться из тех же коробок в научных институтах или холодильниках, из вечной мировоззлоты. И, к сожалению, это приведет к очень печальным последствиям. И последнее, конечно же, это лабораторное происхождение, то, о чем любят все говорить. Я хочу сразу сказать, что случаи выноса источника вирусных инфекций из лабораторий были в истории. Их много. Многие из них задокументированы. Это не были специально выведенные случаи. За исключением одного яркого примера. Это споры сибирской язвы. Это не вирусное заболевание, но мы все прекрасно помним, когда в США по почте ученый послал... Белый дом, по-моему. Белый дом, да. И в основном работники почты заразились и умерли. Вот это реальный случай биотерроризма. Кстати, именно после него и в США, и во всех странах, включая нашу, были различные мероприятия профилактического плана, сделанные благодаря этому. Но я говорю сейчас о том, что из лаборатории действительно очень низкая, но есть вероятность того, что вирус может быть вынесен. Как это может быть? Было много случаев задокументированных, когда в 20 век еще не было тех условий биобезопасности. То есть это специальные вытяжки, это фильтры, это специальные комнаты с давлением, которые вот... Если открываешь дверь, то вирус не вылетит. Наоборот, все залетит, все залетит. Да, но ничего не вылетит. И перед вами вот 4 случая абсолютно реальных, когда вирус выходил из лаборатории случайным образом. Вот, например, самый верхний случай. Первый – это вирус натуральной оспы. Лаборант работал с вирусом натуральной оспы, он его размножал в куриных эмбрионах и, соответственно, сам заразился. Он попал в больницу, там заболела еще медсестра, и два его соседа. Два его соседа умерли, он и медсестра выжили. Вот. Еще один случай, тоже очень яркий, в 78-м году, тоже вирус натуральной оспы. Вирус просто попал в вентиляцию. Сейчас это невозможно. Я очень хочу на это обратить внимание. Сейчас очень строгие, ежегодно проверяемые специальными службами методы работы с особо опасными вирусами. Тоже он вылетел через вентиляцию, заразил человека, который вообще к науке не имел никакого отношения, который умер. Вот. Или, например, вирус гриппа, да, в 77-м году, он называется русским гриппом. Но я хочу оправдать Россию в этом плане, что на самом деле это был китайский грипп, но Китай тогда не входил в Всемирную организацию здравоохранения, а каждая страна, которая входит в ВОЗ, она сообщает о случаях заболевания. Соответственно, Россия, СССР сообщили о первых случаях заболевания гриппом, и поэтому его назвали русским. Но на самом деле он пришел к нам из Китая. И ученые, изучая этот вирус, поняли, что это... Лабораторный. Да, вирус, который... Китайцы против него делали вакцину, и этот вирус попал за пределы лаборатории и распространился. Это сейчас очень легко все делается путем секвенирования. Ну и еще один пример, который я всегда привожу, это первый коронавирус SARS. В 2003 году в Сингапуре тоже ученый заразился. Он не знал, что он заразился, потому что симптомы появляются на второй, на третий день. Он вышел из лаборатории, и когда он понял, что он заболел, его поместили в стационар, и нашли все контакты. Такая же история есть и для вируса нейтрального оспа в России, очень интересная, когда журналиста, который приехал в Советский Союз и заболел оспой, нашли всех, с кем он контактировал в течение последних двух недель, тут произошло то же самое. Всех собрали, никто не умер, слава богу. О чем это говорит? О том, что всегда есть шанс, он мизерный, что, например, лаборант или ученый, который работает с вирусом, может заразиться им. Таких случаев очень много. И ВИЧ заражались, и гепатитами. Это неаккуратность работы, это недостаточное оборудование, которое необходимо для работы с такими особо опасными вирусами. И вирус таким образом может выйти. Вот существует версия, что с коронавирусом, который вызвал COVID-19, произошло то же самое. Можно сказать, что вероятность такого исхода событий была? Можно говорить. Она сейчас недоказуема. Если китайские ученые не признаются, то доказать этого невозможно. Но, тем не менее, как версия, она совершенно справедлива. То есть, мы не можем сказать, было это так или иначе. Уж точно, это не специально разработанный вирус в качестве биотерресовского агента. Потому что, я забыл сказать, вирусы в качестве агентов биологической угрозы, это достаточно плохой плохой источник. Почему? Потому что, во-первых, заболеют все. То есть, допустим, мы хотим использовать против какой-то другой страны, но мы заболеем... Избирательно не получится. Да, заболеют все абсолютно. То есть, идут совершенно глупые высказывания, что можно там по расе, как-то генетически. Да, да, да. У нас любят иногда такое обсуждать. Совершенно безграмотно. Абсолютнейшая ерунда. Да, заболеют все, абсолютно включая жителей вашей страны. Это первое. А второе выяснится буквально в течение нескольких дней, что является причиной заболевания. И дальше включится аппарат здравоохранения, который будет направлен на то, чтобы купировать источник этой инфекции. То есть, будет понятно, как она распространяется, какие профилактические меры использовать, какие вакцины разрабатывать. То есть, вирусы очень плохой агент с точки зрения биотеррористической угрозы. Расскажу о очень смешной случае, который произошел совершенно недавно, всего пять лет назад, в США. Девушка, которая работала как раз в центрах по контролю профилактики заболевания, она была лаборантом, и она работала с вирусом Оспа-вакцины. Это родственник вируса натуральной Оспы, которая использовалась в качестве вакцинного препарата. При этом она не была вакцинирована, что, конечно, большие вопросы вызывает к ее начальству. И она случайно, вкалывая этот вирус мышкам, уколола себе палец. На самом деле, это абсолютно реальная история. Я знаю очень много ученых, которые работают с животными и случайно ходят себе препарат. Ну, скажем так, это такая вот неаккуратность работы, но она случается. И у нее началось совершенно такое неприятное последствие, которое вы видите на экране. У нее начал гноиться палец. И фактически, если бы ничего не делали, то максимум, что это привело, конечно же, к компутации. Но ее начали сразу лечить. Кстати, не замалчивали эту историю, что огромной благодарности американцам за это. Они фотографировали каждый день, назначили лечение, в том числе противовирусным препаратом, который в итоге был зарегистрирован как противовирусный препарат против натуральной оспы. И в итоге, через несколько месяцев она полностью излечилась. Тоже, говорят, это еще один яркий пример, при том пример буквально вчерашнего дня, о том, что в лаборатории случайно может произойти все, что угодно. Главное, это вовремя вывести и вовремя купировать, чтобы это не распространилось. И очень быстро скажу, мы говорим о том, что может случайно вывести, но дело в том, что наука находится на таком современном уровне, что касается вирусов, что ученые могут сделать вирусы с чистого листа. Что является основой вирусов? Нуклеиновая кислота. То есть определенная последовательность нуклеотидов. Можно синтезировать маленькие кусочки генома любого вируса и сделать из него полноценную последовательность, полноценный геном вируса. И так уже было сделано для вируса полиомиелита, который считается достаточно маленьким с точки зрения размеров своего генома вируса, всего 7500 нуклеотидов. Эта статья вызвала довольно серьезное обсуждение касающиеся биоэтики, но это исследования, которые нужны науке. То есть ученые таким образом пытаются создавать новые вакцины, они пытаются изучать, как вирусы работают и так далее. Это нормальное, естественное развитие научной идеи. Или, например, если мы говорим о вирусе полиомиелита, это маленький вирус, а вирус оспы лошадей, это родственник вируса, натуральной оспы, у него геном один из самых больших, если мы не берем гигантские вирусы, 212 тысяч парануклеотидов. И тут ученым удалось тоже относительно недавно, в 2018 году, полностью создать его с нуля. То есть у них не было ни вируса, ничего. У них был такой стандартный набор исходных компонентов, из которых они собрали полностью инфекционные вирусные частицы. Но не человека, а лошадей. С человеком никто не разрешит это использовать. Притом история, это довольно смешная, потому что, опять же, на ученых шквал просто критики обрушился. И оказалось, что им нужен был этот вирус для исследований. Это ученые из США. И они запросили этот вирус у Института, по-моему, у Национального института здоровья для научных исследований. И их попросили заполнить вот такую стопку документов. И они поняли, что пока они будут вот это все заполнять, им проще самим сделать. Если я не ошибаюсь, они потратили полгода и 10 тысяч долларов. Вы представляете, для американской науки это абсолютно минимальные вложения. И за полгода они сделали абсолютно полный геном. Они ввели его в клетки, и в клетках образовались вирусные частицы, с которыми потом эти ученые работали. Кстати, статью очень долго не хотели публиковать. Опять же, из соображений безопасности, потому что очень любят фильмы о Джеймсе Бонде. Ну да, показывает как. И тому подобное, да. Но, тем не менее, ученые этим занимаются, и надо понимать, что это нормальная, естественно, логика научных исследований. Ну и просто для информации скажу, что в 2020 году, то есть когда только коронавирус SARS-CoV-2 начинал распространяться по миру, ученые сразу же сделали полную его копию, опять же, по тому же самому принципу. То есть, используя основу любого генома, нуклеотида, они просто воссоздали последовательности вируса и сделали из него. Опять же, чтобы понять вообще, что там можно, что там может произойти. А потом они уже его использовали для различных других... Для анализа, для понимания. То есть, это абсолютно реальные вещи, которые ученые умеют сейчас делать, и это очень хорошо. Благодаря этому мы не стоим на месте, а можем изучать вирусы, создавать на их основе различные препараты, там, онколитические, генотерапевтические и так далее. Ну, мы уже говорили про вечную мерзлоту, про ее потенциал, да? У меня осталось пара слайдов. Я заканчиваю. И я хочу сказать, что вот мы с вами обсудили все вот эти пять вариантов, которые я предложил, но есть еще источники в природе. Мы говорили про занозные инфекции, но есть источники природы. И мы уже с вами действительно говорили про вечную мерзлоту. И здесь, в качестве примера, я хотел бы привести недавно открытые, с исторической точки зрения, недавно открытые гигантские вирусы. Это вирусы, которые долгое время лежали на полке, потому что ученые думали, что это бактерии. Они огромные. Но мы не знаем, что они значат для человека. К счастью, у человека они не вызывают инфекции, они заражают амеб, одноклеточных. И они были найдены, и сейчас обнаруживаются практически каждый год в вечной мерзлоте. То есть в вечной мерзлоте находится большое количество вирусов, в том числе древних вирусов, о которых мы не знаем, и не знаем, как они себя поведут в теле человека. Или вот, например, вскользь упомяну, еще одну работу. Их очень много. В Китае нашли в вечной мерзлоте, выпилили кусок льда, и опять же, с помощью секвенирования обнаружили там 33 вируса, 28 с которых неизвестно. Ну, я хочу сказать, что большинство из них, это все-таки бактериофагии, то есть вирусы, заражающие бактерии. Это, кстати, вирусы, которых больше всего на нашей планете, и которые просто вот кишат в морском океане. То есть вирусы, это самая многочисленная группа биологических объектов на Земле. То есть источники вирусов могут быть везде. Мы их ищем, я имею в виду ученых, да, это могут быть пещеры, где живут летучие мыши, а летучие мыши – это источник большого количества и вирусных, и бактериальных инфекций, благодаря тому, что у них очень интересно работает иммунная система. Она позволяет ему жить в организме, но при этом не реагирует никак. То есть они не вызывают заболеваний у летучих мыши. Да, они уникальны в этом смысле. И как раз вот ковид, и бешенство, и лихорадки Эбола, и другие лихорадки, они как раз, летучие мыши являются источником, природным резервуаром. И последний слайд. Хотел бы обратиться вот к вашим зрителям и к их родным. Когда мы читаем новости, а журналисты очень любят яркие заголовки, очень аккуратно относиться к ним и обязательно читать до конца первоисточник. Конечно, не каждый может себе позволить взять оригинальную работу на английском языке, прочитать ее и проанализировать, используя как бы все свои знания в биологии, в биохимии, в вирусологии и медицине. Но что нужно запомнить? Надо очень спокойно относиться к таким заголовкам. Ученые обнаруживают вирусы, исследуют их. Не только заголовок читать, даже не обязательно первоисточник. Если дочитать до конца, может быть, это станет ясно. Дело в том, что иногда эти заголовки даже верны. Вот, например, ученые обнаружили потенциально смертоносные для человека вирусы. Да, но ничего страшного в этом нет. Да, потенциально опасные для человека. Но ученые каждый день с этим имеют дело. Каждый день люди работают с вирусом иммундефицита человека, с вирусом папиллома человека. Они их изучают, они создают на их основе другие препараты. Это совершенно нормально. И когда мы видим такие новости, нужно выдохнуть. И если интересно, почитать все-таки, что же ученые там обнаружили. Источников вирусных инфекций очень много. Притом, не просто вирусных инфекций, я не имею в виду ОРВИ, а потенциально опасных смертельных инфекций. Что мы должны понимать? Мы должны в первую очередь знать, что они существуют, что за ними ведется контроль не только всемирными инфекциями здравоохранения, но и органами здравоохранения в нашей стране. И мы должны предпринимать элементарные методы предотвращения этих инфекций. Самые простые, связанные с нашей геной, связанные с тем, что если мы видим больного человека, с ним, наверное, не надо контактировать. Или если мы контактируем, то защищать и себя, и его от распространения этой инфекции. Ну и просто как-то быть более адекватно реагировать на то, что происходит вокруг, не закрываться. И благодаря вашей передаче изучать и узнавать новую информацию о вирусах и их последствиях. Я хотела вернуться к занозам ненадолго. Самые страшные угрозы, которыми мы были свидетелями, вирусные угрозы, я имею в виду, вот мы жили, росли с этими угрозами. Это СПИД и последние годы коронавирус, вызывающий ковид. То есть ВИЧ, вызывающий СПИД, и коронавирус, вызывающий ковид. В случае ВИЧ, то происхождение его, как бы считается, от обезьян, считается, что так пошло при разделке, в Африке едят иногда обезьян, при разделке тушь, с кровью попало, смутировало, и получился человеческий вариант обезьяньего вируса иммунодефицита. А в случае SARS, COVID-2, коронавирусы вроде панголейные источники. Одна из версий. В любом случае, это не просто дикая, очень дикая природа. Очень дикая. Вот когда эксперты глобального здравоохранения обсуждают, например, болезнь X. Не предусматривают ли они какое-то ужесточение мер по ограничению контактов человека с очень дикой природой. Потому что рынок в Ухане, он кишел животными, которых нельзя продавать. Те же панголины, запрещена их торговля. Они там продавались. Это замечательный вопрос. И, кстати, после вспышки 2003 года, там же было известно, что вирус SARS, первый SARS 2003 года, передался человеку от цвет. Это такие тоже цветы, маленькие, которые используются для производства кофе-люак, очень дорогого и вкусного напитка. И тогда власти действительно предприняли попытку Китая для того, чтобы запретить эти рынки. Но из этого ничего не получилось, потому что, во-первых, где-то эти рынки стихийные, где-то власти не до конца хорошо контролируют то, что там продается. Вот, конечно, это нужно делать совершенно жесткий контроль за такими вещами. но я не знаю о специфике Китая. Это их культура. Они используют вот такие экзотические животных для мяса. Используют их кожу, шкуру для того, чтобы делать какие-то украшения. Китайская медицина это вообще отдельный разговор. То есть, для них эти животные не только имеют сельскохозяйственное значение, если мы имеем в виду цвет, это совершенно разнообразная области применения. Поэтому, конечно же, нужно контролировать. Может быть, ковид послужит уроком? Мы знаем, что рынка этого сейчас нету, но я уверен, что он в каком-то виде может быть. появится, если уже не существует, может быть, в каком-то неофициальном. Очевидно, причина беспечности такой человека в том, в чего мы начали. Невидимые эти угрозы, они невидимые. И потом, мы же помним, что все-таки занозные инфекции, они тем очреваты. Человек постоянно контактирует с диким миром. Мы осваиваем все новые территории, мы заходим на территории, где есть своя экосистема, мы ее разрушаем. Поэтому, когда это происходит, неминуемо все, что было замкнуто и недоступно для человека, начинает с человеком контактировать, а человек, мы с вами назовем это цивилизацией, но, допустим, поедание обезьян, что практикуется в странах Африки, или тесные контакты, которые многие вирусы лихорадок переносятся через царапины или жидкости телесные от обезьян к человеку. К сожалению, вот эти контакты все равно приводят к тому, что различные вирусные инфекции распространяются, и тут нужен такой контроль и профилактический, и тут нужна очень серьезная работа служб местного здравоохранения, я считаю, на данный момент. Спасибо большое, Николай, за очень познавательный рассказ, успехов вам в ваших деятельностях, в ваших исследованиях. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok